Друзья, всем привет! С вами Алена Самсонова, психолог, нутрициолог, блогер. И сегодня мы с вами в прямом эфире проработаем вашу историю с поликистозом яичников. Почему это происходит, как с этим работать и как выйти из хронических вот этих перепадов инсулина, депрессии, тревоги, связанных с действительно вашей эндокринной дисфункцией. Как в этом можно себе помочь, друзья, это мега важнейшая информация, поэтому я вас очень прошу, поставьте лайк, поделитесь ей и главное используйте. Поликистозные яичники. Какая это девушка-женщина? Она не обязательно полная, она не обязательно имеет лишний вес. Бывает, это достаточно стройная девушка, которая очень сильно нарушает свой гормональный цикл нервами, стрессами, и внутри у нее заложена некая такая потенциальная история. Я главное, я везу, я лошадь, и я доделываю до конца. И вот эти женщины, которые, девушки, женщины, которые с детства имеют такую тенденцию к доминантности, часто тоже страдают. Другая история в противовес, когда девушка, наоборот, слишком сладенькая. О чем я это говорю? Слишком сладенькая, уходит от ответственности, ничего не делает, только кушает сладенькое. И жизнь, казалось бы, у нее такая сладенькая, пока это не перешло в гормональную дисфункцию. Я это точно знаю, как это работает, и ведь эти хронические перепады инсулина, они действуют на всю систему целиком и не дают работать нормально никакой системе. Поэтому, друзья, если вы встретились с этой историей инсулин-резистентность, если вы встретились с этой историей поликистозных яичников, какой ваш главный выход? Первый, друзья, самый главный момент, который вы должны проработать, где вы сильно-сильно себя напрягаете, где вы сильно себя истязаете, что вам хочется покушать, где ваш инсулин скачет, где вы чувствуете, что вы истощаетесь, где вы чувствуете, что слишком много информации, и вы в ней теряетесь и плаваете, где вы не можете сказать «нет», либо где вы гневаетесь настолько, что вы либо этот гнев проживаете в себе, либо его не выпускаете.